Горячий чай стал самым популярным напитком на нынешнем 1 мая. Праздник традиционно мазыряне отмечают в городском парке. И этот год не стал исключением. После по-летнему горячей недели погода в очередной раз продемонстрировала свою ветренность. В буквальном смысле. Тем не менее, в полдень, к моменту официального открытия праздника, несмотря на прохладу, в парке было довольно многолюдно. Ветеран труда Елена Васьковская преподнесла мазырянам подарок. Презентовала выставку своих картин. У бывшего работника сферы жилищно-коммунального хозяйства талант художника открылся совершенно случайно, уже после выхода на пенсию. Когда ушла на пенсию, появилось очень много свободного времени. И чтобы доказать, что на пенсии жизнь не кончается, я решила чем-то заняться. Попробовала рисовать, писать картины. Пишу я только три года. Училась сама через интернет, нигде не посещала никакую студию. Но просто огромная любовь к морю, к природе, наверное, дает какие-то силы. Городские праздники для творческих мазырян – это возможность показать себя большой аудиторией. Художники, вокалисты, танцовщики, ремесленники. Что касается последних, то творение их рук можно не только посмотреть, но и унести с собой домой. Концертные площадки с яркими номерами, разнообразные выставки продажи. И, конечно, в этот день открывают сезон фонтаны. У Мозырского Первомая есть свои сложившиеся традиции. Одна из них – это колоритная выставка «Мы родом из СССР». Экспозиция, на которой представлены уже сейчас уникальные своей раритетностью вещи, дает возможность для кого-то поностальгировать, а для кого-то узнать что-то новое о нашем прошлом. Ведь Первомай для более опытных мазырян – это прежде всего день труда, а для молодых – это скорее день весны, семейный праздник. По старости, по старости, мне 62 года, я праздную и 1 мая, и 9 мая, и 7 ноября. Потому что я был партийным и великолепно себя чувствую в этот праздник. Ну, у нас настроение хорошее вообще-то, сидим, но трошки прохладно, но ничего, смагаемся. Погода не очень, настроение шикарное, ребенок танцевал, праздник замечательный. Настроение отличное, только дети хотят уже спать. Праздник был бы хороший очень, если бы не погода. А так, в принципе, все супер, да, Мишка? Креативность 1 мая внес в мозорский опытный лесхоз, работники которого наглядно демонстрировали зрителям, как обычная полена превращается в произведение искусства. И что можно сотворить, если есть бензопила, фантазия и умелые руки? Вот, как вы видите, 1 мая мы решили сделать от лесхоза свою выставку. Все это в ограждении. Мы показываем, как выполняется этот процесс работы. Вот, всем, конечно, интересно. Люди это, наверное, впервые видят. Как в учебую действительно вырезается изделие. Актеры мозорского трамтеатра показывали спектакль, ориентированный на юную аудиторию. Медики, в свою очередь, измеряли всем желающим давление и уровень глюкозы в крови. А спортсмены, соответственно, пропагандировали умеренные физические нагрузки. В общем, те, кто пришел в парк, чтобы отметить 1 мая, были не разочарованы. Правда, праздник был непродолжительный. О том, что пора сворачиваться, уверенно заявил проливной непрекращающийся дождь. Правда, и в этом можно найти свой плюс. Обильная влага несколько снизила напряженность ситуации с лесными пожарами. Виктория Синицкая, Олег Фитцнер, Телеканал Мозырь.